Шекспир. Ромео и Джульетта. Краткое содержание. Акт 1. Капулетти и Монтекки, две аристократических фамилий из итальянского города Вероны, находятся в давней распри, которая доводит их до побоеч на улицах. Однако Ромео, юный наследник главы семейства Монтекки, обращает на это междоусобие мало внимания. У него другая забота – неразделённая любовь к некой красавице, которая холодна, как лёд. Двоюродный брат Бенволио советует Ромео побороть себе безнадёжную страсть, обратив внимание на других девушек. В доме Капулетти как раз готовится шумный праздник с участием многих местных молодых особ. Бенволио предлагает Ромео сходить туда вместе с ним. Капулетти никогда не пустит к себе никого из своих заклятых врагов Монтекки, но на многолюдное сборище можно будет проникнуть переодетыми. Скрывшись под масками и презрев немалую опасность быть узнанными, Ромео, Бенволио и их задорный друг Меркуцу идут на праздник Капулетти. В этой семье растёт четырнадцатилетняя красавица Джульетта, которой уже сватается уважаемый родственник местного герцога Парис, однако сама Джульетта пока ещё не хочет идти замуж. Из всех присутствующих на балу Ромео сразу выделяет Джульетту. Он ещё не знает, кто она. Очарованной девушкой Ромео подходит к ней и просит позволения поцеловать руку. На Джульетту изысканный незнакомец тоже производит большое впечатление. Через кормилицу Джульетты оба они узнают имена друг друга и понимают – смертельная вражда их родов будет почти непреодолимым препятствием для возникающей любви. Акт 2 Потеряв голову от страсти, Ромео поздно вечером перелезает через стену сада Капулетти и прячется у балкона Джульетты. Вскоре та выходит на него, рассуждая вслух про своё неудержимое влечение к юному Монтекке. Ромео выходит из тени и делает Джульетте горячей любовной признание. Девушку охватывает смятение чувств. Она помнит про неукротимую семейную распорю, боится коварного обмана, но в конце концов соглашается обвенчаться с Ромео. Завтра утром посланник Джульетты должен будет узнать у Ромео время и место церемоний. Ромео просит совершить венчание своего духовника – монаха-францисканца Лоренцо. Мудрый Лоренцо журит юношу за изличную горячность и напоминает – необузданные страсти могут привести к гибельному концу. Однако монах всё же соглашается обвенчать Ромео Джульетту в уповании на то, что их брак примирит кровавый фамильный раздор. Джульетта присылает к Ромео свою кормилицу. Тот передаёт – пусть его возлюбленной сегодня в полдень придёт к Лоренцо, будто бы для исповеди, а на самом деле для венчания. Джульетта приходит, и монах тайно совершает обряд. Ромео даёт кормилице верёвочную лестницу. После заката она должна спустить её с балкона Джульетты, чтобы Ромео мог забраться туда и провести с женой первую брачную ночь. Акт 3 В тот же день, вскоре после венчания, двоюродный брат Джульетты заводит на городской площади ссору с другом Ромео Меркутцеву. Стычка переходит в бой на шпагах. Появившийся на площади Ромео, пытается разнять дуэлянтов, но Тибальт из-под его руки предательски наносит Меркутцу смертельную рану. Закипев гневом, Ромео сам бросается со шпагой на Тибальта и убивает его. Вокруг собирается толпа. Пришедший князь Веронский из Кал присуждает Ромео за убийство к изгнанию из города. Кормилица сообщает Джульетте об этих скорбных вестях. Любовь к Ромео затмевает девушке тоску по гибели двоюродного брата, и она не собирается отказываться от ночного свидания с возлюбленным. Молодые супруги проводят незабываемую ночь вместе и с трудом расстаются утром. И Ромео и Джульетту при этом расставании мучат недобрые предчувствия. Сразу после ухода Ромео родители Капулетти сообщают Джульетте. Они просватали её за Париса, и брак состоится через три дня. Девушка в слезах отказывается от этого замужества, но родители остаются непреклонными и грозят за упрямство выгнать дочь из дому. Акт 4 По совету монаха Лоренцо Ромео уезжает из Вероны в соседнюю Монтую, с надеждой, что друзья вскоре упросят князя помиловать его. Тем временем, отчаявшаяся Джульетта прибегает к Лоренцо и рассказывает – родители выдают её за Париса. Девушка просит монаха найти какой-нибудь выход из положения, угрожая в противном случае покончить с собой. Священник находит лишь одно – очень опасное решение. Будучи знатоком трав, он умеет готовить настойку, которую погружает человека в такой крепкий сон на 42 часа, что он выглядит как мёртвый. Если Джульетта не побоится выпить это с надобья, родители подумают, что она умерла, и похоронят её в фамильном склепе. Лоренцо же пошлёт гонца к Ромео. Тот ночью приедет из Монтуи, тайком заберёт проснувшуюся жену прямо из гробницы и увезёт с собой. В беззаветной решимости Джульетта соглашается на этот рискованный план. Обрадовав родителей притворным согласием на брак с Парисом, она накануне свадьбы выпивает полученную от Лоренцо склянку. Утром отец с матерью обнаруживают её бездыханной и переносят в склеп прямо в подвенечном платье. Акт пятый Лоренцо посылает гонца в мантую, но того не упускает из Вероны по причине эпидемии. Между тем, доизгнанного Ромео доходит весть о смерти Джульетты. Он покупает яд и решает поехать на родину, чтобы покончить с собой у тела жены. Ромео приезжает ночью на кладбище и начинает вскрывать склеп Капулетти. Туда же приходит безутешный жених Джульетты – Парис. Увидев Ромео, он решает, что член рода Монтекки задумал осквернить останки своих давних врагов и вступает с ним поединок на шпагах. Ромео убивает Париса, потом входит в склеп и, с нежностью разглядев напоследок черты ещё не очнувшейся супруги, выпивает яд. Гробнице приходит и Лоренцо, решившийся приютить Джульетту в своём доме до момента, когда можно будет вызвать Ромео из мантуи. Слуга Ромео рассказывает монаху о событиях, которые только что здесь произошли. В это время просыпается Джульетта и видит рядом с собой мёртвые тела мужа и жениха. Не в силах пережить смерть Ромео, она закалывается его же кинжалом. К могиле сбегается стража. Приходит князь Искал и главы фамилий Монтекки и Капулетти. Лоренцо рассказывает всем о тайном браке Ромео и Джульетты и о трагическом финале их любви. Посреди горьких стенаний над безвинно погибшими семьи Монтекки и Капулетти решают прекратить свою роковую вражду. Ссылку на плейлист с краткими содержаниями других произведений Шекспира смотрите в описании к этому видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Компания